приветствую сегодня поговорим о такс файтере люкс была отдельная лекция детоксикации и в ней рассказывал о том что для нормальной очистки организма для научно обоснованной детоксикации клинически испытанные требуется одновременно 14 различных систем такс файтер люкс как раз и содержит все эти 14 систем да есть другие сорбенты тоже очень прекрасные хорошие но они скажем так работают более узко направленно а такс файтер именно очищает кишечник полностью и так как нужно как именно научно обоснованно и так такс файтер люкс высокоэффективный натуральный комплексный энтеросорбент на основе пищевых волокон с ферментами экстрактами лечебных трав глистогонным комплексом и пробиотиками это мнение интерсорбентов обосновано при лечении и профилактике практически любого острого и хронического заболевания поскольку с их помощью создается оптимальные условия жизнедеятельности клеток значительно увеличивается сопротивляемость организмам болезням и эффективность их лечения специфическими химиопрепаратами или другими биологически активными добавками основные терапевтические эффекты и механизмы действия сорбция связывания и элиминация выведения экзогенных и эндогенных токсичных продуктов шлаков активация работы выделительных органов клеточная и органная чистка желчного пузыря печени кишечника почек лимфатической системы и многое другое глистогонное противовоспалительное антимикробное и антигрибковое действие желчегонный мочегонный антисептический эффект коррекция кишечной микрофлоры и местного иммунитета нормализация секреции перистальтики и моторики кишечника способствует укреплению иммунитета улучшению функциональных свойств и форменного состава клеток крови антиоксидантная защита клеточных мембран от разрушения задержка роста опухолевых клеток нормализация обмена веществ оздоровления организма предупреждение раннего старения последние годы широкое распространение получили сорбционные методы детоксикации внутренней среды организма отличающиеся высокой лечебной эффективностью относительной простотой и доступностью энтеросорбции метод основанный на связывании и выведении желудочно-кишечного тракта и из организма в целом с лечебной или профилактической целью эндогенных или экзогенных вредных веществ токсинов надмолекулярных структур и остатков клеток играет важную роль не только в терапевтической практике но также на этапах профилактики реабилитации условиях санаторно-курортного лечения и прочее результаты исследований показали что энтеросорбция являясь одним из оптимальных методов очищения детоксикации метаболической и иммунной коррекции способна пролонгировать и усиливать действия других способов лечения замедлять прогрессирование хронических заболеваний как показали ученые ведущего стране научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии российской академии медицинских наук необходимость применения в клинической практике метода сорбции детоксикации с помощью натуральных сорбентов качестве лимфотропной терапии лимфосанации настоящее время не вызывает сомнений такс файтер люкс принципиально новый тип сорбента которым используются натуральные растительные составные сохраняющие в организме жизненно важные компоненты питания долгое время пищевые волокна клетчатка считались ненужным балластом от которых технологи старались освободить продукты для повышения их пищевой ценности настоящее время достоверно установлено клинически доказано научно обосновано что дефицит клетчатки в пище является существенным фактором риска таких заболеваний как рак молочной железы и кишечника атеросклероз гипертоническая болезнь сахарный диабет ожирение варикозное расширение и тромбоз вен как кишечника так и нижних конечностей геморрой желчекаменная болезнь синдром раздраженной толстой кишки гипомоторная дискинзия толстой кишки с синдромом запоров грыжа пищеводного отверстия диафрагмы дивертикулез и многое другое повседневный рацион практически здорового человека должен содержать 25-30 грамм клетчатки в лечебных жильцелях ее количество в диете повышается до 40-50 грамм день xviper lux наряду с растительной клетчаткой водорослями и экстрактами лечебных трав усилен натуральным и безвредными листогонным комплексом обогащен пробиотиками лактобактериями и универсальными ферментными системы блокирующим процесс всасывания недопереваренных элементов пищи и предупреждающими развитие винилостных процессов кишечники и пищевой аллергии благодаря специально подобранным и технологически обработанного растительному составу так называемое молекулярное сито tax fighter эффективно связывает и выводит из организма токсические продукты обмена различные антигены иммунные комплексы радионуклеиды соли тяжелых металлов шлаки способствует нормализации состава кишечной микрофлоры регулирует перистальтику и нормализует моторику кишечника экстракты многочисленных лекарственных трав входящих в состав препарата способствует профилактике ожирения атеросклероза дисбермональных нарушений развития опухоли усиливает дезинтоксикационную функцию печени почек лимфатических узлов кишечника восстанавливая и защищая при этом поврежденные слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта от канцерогенного воздействия шлаков и патогенной флоры препарат обладает также глистогонным эффектом он способствует нетоксичному изгнанию различных видов гельментов из кишечника парализуя их мышечный аппарат в том числе значительно снижает степень инвазии аписторхозами лямблеями и другими паразитами я уже говорил что глисты простейшие они питаются тем же чем и мы и когда мы их травим мы травим свой организм одновременно вместе с ними плюс как все простейшие глисты когда их начинают травить они начинают массово сразу плодиться даже аскорида 25 тысяч яиц за раз выкладывает и эти яйца могут находиться в неблагоприятных условиях пять лет и только через пять лет из них вылупятся новые глисты а вот когда они парализуются парализуется их мышечная деятельность они просто выводятся из организма естественным путем при этом они не начинают массово плодиться начинать подкладывать свои яйца это тоже очень важно но это уже была отдельная лекция понтипризе так вот благодаря специально подобному комплексному составу таксфайтер нашел применение в самых различных областях медицины какие у него основные показания к применению кишечные инфекции дизентерия сальмонеллез полиинфекция пищевая токсика инфекция стафилококковый энтеркалит глистные инвазии заболевания желудочно-кишечного тракта в том числе хронические гастриты холециститы панкреатиты хронические гепатиты цирроз печени холиты аллергические заболевания и их проявления пищевая лекарственная аллергия крапивница бронхиальная астма аутоиммунные заболевания резидуальные остаточные проявления паразитозов кардиология начальное проявление нарушения обмена липидов комплексная профилактика и терапия атеросклероза ишемической болезни сердца стенокардии кардиосклероза инфаркт миокарда гипертонической болезни пульмонология комплексная терапия пневмонии бронхитов бронхиальной астмы туберкулеза различные простудные заболевания о рви грипп ангина и другие нарушение толерантности к глюкозе, сахарный диабет, ожирение, дерматология, экзема, псориаз, нейродермит, оксидоативно-катаральный диатез, острые хронические заболевания почек, хроническая почечная недостаточность, наркология, алкоголизм, наркомания, токсикомания, хирургия, септические состояния, ожоги, раневая инфекция, послеоперационный период и многое другое, онкология, интоксикация при онкозаболеваниях, а также при проведении лучевой химиотерапии, схемах комплексного противопухолевого лечения, неблагоприятная среда обитания, вредные производства, свинец, соли тяжелых металлов, радионуклеиды, нитраты, химические выбросы, чрезмерная инсоляция, ну и как мы знаем, неблагоприятная экологическая ситуация это как минимум, как минимум во всех городах, избыточный вес, зашлакованность организма, синдром хронической усталости и иммунной дисфункции. В составе глистогонно-растительный комплекс, желчегонные ослабительные средства, пищевые волокна, растительная злаковая клетчатка, яблочный пектин, хлорелла, гавайская спирулина, папаин, бромелайн, лактобактерии, экстракты лечебных трав, ну более подробно вы видите на слайде. Газировка и способ применения, по 3-4 капсулы 2 раза в день, за 40-60 минут до завтрака и через час-полтора после ужина, запивать одним стаканом воды, если в порошке, то 1 чайная ложка порошка на стакан воды и потом все равно еще сверху запивать стаканом воды. Длительность приема 2-3 недели. При проведении очистительных программ необходим усиленный питьевой режим до 2,5 литра в сутки. Для индивидуализации дозировки и длительности приема рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Вот конкретно по порошковому таксфайту, как я уже говорил, значит по 1 чайной ложке за 40-60 минут до завтрака и через час-полтора после ужина. Дозу рекомендуется вводить постепенно, начиная буквально с 1-4, 1-2 чайной ложки. При проведении очистительных программ необходим усиленный питьевой режим, о чем я уже говорил. Для разведения рекомендуется использовать теплую минеральную воду, ну или обычную воду, но лучше конечно минеральную воду без газа, теплую. При острых интоксикациях и кишечных инфекциях максимальную дозу начинает принимать с первого дня до оккупирования явления интоксикации. В случае пищевой аллергии таксфайтер принимает во время еды. Так, до еды, после еды, а именно в случае пищевой конкретно аллергии во время еды. Внимание, это важно. Одновременный прием рекордственных средств и энтеросорбента не рекомендуется. Желательный интервал час-полтора. Даже если требуется принимать таксфайтер во время еды, значит остальные препараты через час-полтора, либо за час-полтора до приема таксфайтера. Ну как во время еды, так и до еды таксфайтера в любом случае разводить прием других препаратов на час-полтора. Курс рассчитан на 2-3 недели, с показанием конечно на более длительное время, после небольшого перерыва. В зависимости от степени зашлакованности и сопутствующей патологии, рекомендуется 3-4 курса в год. Проводить желательно все эти курсы в убывающую луну. Противопоказания к применению препарата – беременность и лактация, индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов препарата и с осторожностью при острых состояниях желудочно-кишечного тракта. Жудочно-каменные и мочекаменные болезни – это когда конкременты диаметром менее 0,8 см. Когда уже более, они не будут выводиться через наши протоки. А вот если менее, то это опасно, потому что они могут просто сблокировать протоки. Объемные процессы желудочно-кишечного тракта. Хронические запоры без предварительной подготовки кишечника. При хронических запорах таксвайпер тоже нужно принимать с осторожностью. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Будьте здоровы. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.